В Кировске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» строители возводят мост через реку Белую. Ресурсов достаточно, работы идут по графику. Объект в районе городского кладбища подрядчик рассчитывает открыть даже раньше установленного срока. Причем еще совсем недавно отставали. Паводковые воды весной и в начале лета не позволили подрядчику действовать строго по плану. Как только уровень воды спал, мостостроители ускорились и наверстали упущенное. Что уже сделали? Какие сейчас решают задачи и когда завершат? Ответы в репортаже. Осуществлены работы по устройству дорожного основания по левому берегу реки Белой и по правому берегу. Сейчас мы осуществляем устройство буронабивных слайд. Засверливаемся. Три на правом берегу и три на левом. В июле планируем завершить с буронабивных слайд и начать сооружение мостовых опор для последующего этажа палок. За лето бетонные и монтажные работы подрядчик планирует полностью завершить и приступить к устройству насыпи. В сентябре заключительный этап – дорожные работы и асфальтирование. В сентябре надо планировать асфальтирование в первой половине. Во второй половине уже погодные условия. Строители отмечают преимущество работы в полярный день. В случае непредвиденных задержек он позволит нагонять график по ночам. Что касается ресурсов, то их достаточно. Когда выполнялась работа по отсыпке дорожной насыпи, работало до 6 единиц техники, людские ресурсы где-то до 12 человек. На сегодняшний момент сейчас работы производятся буровые, поэтому они специфические. Остальная работа осуществлять здесь в данный момент параллельно невозможно. Поэтому на сегодняшний момент работают две установки и 4 человека на буронабилные сваи. Работы на контроле у Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и администрации Кировска. Проверочная комиссия инспектирует ход строительства объекта регулярно. Это второй уже мост, который строим на речке Белой. Все мостовые сооружения строятся в рамках федеральной программы БИКАД. При поддержке администрации области, губернатора Мурманской области Чебиса Андрея Владимировича. Помощь в проектировании оказывала компания Фосагра. На сегодняшний день работы уже выполнены на 40%. Полностью завершить их нужно к 30 октября. Но у подрядчика есть желание сдать объект гораздо раньше. Ориентировочно в конце сентября, начале октября. Повлиять на эти планы может разве что капризная северная погода.